Доброе утро! Призываю вас сегодня нарушить закон. Подлости! Нарушайте его сегодня при любом удобном случае. Творите добро! И неважно, знакомы вы с человеком лично или просто от друзей знаете, что кому-то надо помочь. Не меньше 100 раз убеждалась, что желание помочь увеличивает твои собственные возможности получить помощь потом. В этом может убедиться каждый. Можете не верить ни на слово, просто попробуйте. Ну а я пробовать не буду, а предлагаю вот что. Удовольствие, которое нельзя потрогать. Невесты за футболистом, а кто-то так отдохнуть. Португалия. Малый бизнес – большое дело. Ощущать себя уникальным всегда приятно. А тем более одним из миллиона. Велика Пермь, а парковаться негде. Как вы считаете, жадность и бережливость – это похожие признаки характера? Я считаю, что как качество человека они имеют право на существование. Ну, все мы разные. Но когда из чистого жлобства, извините меня за жаргон, мы создаем трудности сами себе, ну нет названия такому поступку. Но можно лишь пожалеть об отсутствии желания всегда примерить на себя чужие временные трудности. Именно об этом наш бисер. Здравствуйте, это бисер. Метать его буду я, Елена Серегина. В последнее время в нашем городе все чаще говорят о таком понятии, как парковочная политика. Мы с Сим-Сим решили устроить небольшой рейд по некоторым центральным улицам города и сопоставить желаемое с действительным. Этой дорогой я пять лет добиралась до бывшего института, а ныне Академии искусства и культуры. Припарковаться здесь все равно, что выиграть в лотерею. На третьем круге освободилось парковочное место. Нам с Сим-Сим сегодня чудесным образом повезло. А этих водителей фортуна наоборот подвела. Какая-то заколдованная эта улица газета «Звезда». У многих, кто сюда попадает, сразу случаются неполадки с автомобилем. Как бы не хотелось думать, что это просто обманный способ парковки. Водители этого грузовика, по-моему, вообще не заботят то, что из-за него образовалась пробка. Да и разгружать машину никто не торопится. Каково вам осуществлять свою работу в условиях такого жесткого паркинга в городе? Нормально. Не мешает? Нисколько? Маленько. Чуть-чуть. Этого водителя можно и понять, и простить. Он подвез материалы к стройке. Но остальные почему бросают свои машины на проезжей части? Что в центре города вообще невозможно припарковаться, не нарушая правил? Оказывается, на улице Ленина есть огромная платная автостоянка. Может быть, там не хватает мест? Или это дорогое удовольствие? Скажите, пожалуйста, а в какую цену вообще парковка у вас? Цена парковки дневная – 160 рублей. Ну, на сутки стоят 80. А сколько всего машиномест? Машин 200 точно. Покойно можно поставить. А эти товарищи вообще оставили автомобили на велодорожке прямо напротив стоянки. Денег, что ли, пожалели? Именно благодаря таким паркующимся город заполоняет бесконечные пробки. А потом водители же эти пробки и ругают. Но если дорога не оснащена парковочными карманами, неужели нельзя проехать на стоянку, а до нужного места пройти пешком какие-то 100 метров? Я для себя решила, что если мне нужно в центр города, то я буду парковаться на платной автостоянке. Что я получаю взамен? Ну, во-первых, за моей машиной ведется видеонаблюдение. Из этого вытекает второе – меня никто не поцарапает и не заблокирует мне выезд. И третье – все это удовольствие стоит всего лишь 60 рублей. Друзья, за эти деньги даже не выпить кружку качественного кофе. В который раз я убеждаюсь, что наша жизнь – беспроигрышная лотерея. В любой момент можно вытащить счастливый билет. Я сейчас не призываю воспользоваться нашими авиалиниями, но один раз на миллион может и повезти. Валерия Попова этот перелет запомнит на всю жизнь. Сразу после регистрации на рейс Перим-Казань в аэропорту Большой Савина она узнала, что стала миллионным пассажиром. Деловая поездка началась удачно, говорит женщина. Очень неожиданно. Про акцию даже ничего не слышала. Просто полетела в Казань, и такое событие радостное. Даже не знаю, что случилось там вообще. На сегодняшний день Большой Савина входит в 20-ку ведущих аэропортов страны. В последние годы пассажиропоток неуклонно растет. С 2006 года он увеличился примерно в 2,5 раза. Миллионы пассажир для Пермского аэропорта – настоящее достижение. Преодолеть отметку в 1 миллион удалось уже в ноябре. Последний раз статус миллионника у нас был только в советское время. С начала 90-х годов, во время спада развития авиации и закрытия многих рейсов, летать стали гораздо реже. Теперь мобильность населения повысилась, и пермики все чаще прибегают к услугам авиакомпаний. Последний такой пассажир у нас был в 1992 году. Тогда наш аэропорт перевел в миллион 70 пассажиров. Думаем, что уже в этом году мы перепрыгнем цифру миллион 150, миллион 200. В Краевом правительстве сейчас активно обсуждают строительство нового аэровокзального комплекса. После его возведения пропускная способность аэропорта возрастет до полутора-двух миллионов пассажиров в год. О новом аэропорте уже давно мечтает и Валерия Попова. В качестве подарка она получила сертификат на годовое обслуживание в зале повышенной комфортности. Говорит, что летать теперь будет чаще. Руслан Пепеляев, Максим Фофанов, телекомпания «Ветта». Этот случай тоже единичный, к счастью. За такое я бы тоже давала какой-нибудь подарочный сертификат. Ну, например, денежный. В качестве компенсации родителям и детям. Представляете, что пережили родители? 169 пациентов с инфекционным диагнозом. Итоги массового отравления в 40-й школе обсудила временная депутатская комиссия. Напомним, с 17 октября в городские больницы начали поступать дети и взрослые, которые жалобились на боли в животе и плохое самочувствие. В учебном заведении по предписанию эпидемиологов был объявлен карантин. На сегодняшний день в пищеблоке проведена полная санитарная обработка. Были подписаны документы об возобновлении образовательной деятельности по полной программе. Заключение по материалам расследования таковы, что эта вспышка была с ременилиоза среди детей и сотрудников. Источник инфекции в данном случае не установлен. Основная версия ЧП – нарушение технологии приготовления пищи. Но сотрудники Краевого следственного комитета проверяют и поставщиков продукции. Возбуждено два уголовных дела. Представители следственного комитета и прокуратуры проговорили о том, что они сейчас проводят проверки. Достаточно широкий спектр вопросов в формате этих проверок задействуют. Тоже на мой вопрос отвечая, мне ответили, что они будут рассматривать не только, собственно говоря, деятельность тех лиц, которые приготовили непосредственно пищу, но и те, которые должны были организовывать этот процесс и контролировать, и следить за соблюдением технологии этой. Инициаторами создания рабочей группы по факту отравления стали депутаты Пермской городской думы. Их задача – собрать мнение заинтересованных сторон и принять конкретные решения. Возможно скорректировать работу исполнительной власти в этой сфере. Депутаты уже встретились с родителями и учителями. Сейчас главная задача – объяснить всем, что ситуация под контролем, говорит Наталья Рослякова. Мы, во всяком случае, успокоим родителей. И те родители, кто обеспокоены, кто хотели бы получить, там ведь самое главное сейчас к инфекционисту идет вопрос получения консультации. И если в самом начале инфекционист выступит перед родительским собранием, возможно, что многие вопросы снимутся. Многие родители настаивают на том, чтобы расторгнуть договор с индивидуальным предпринимателем Векшиной, обслуживающей столовую. Последнее решение остается за директором. Сейчас также обсуждается вариант с восстановлением системы питания в этой школе. Рустам Багизов, Евгений Елев, телекомпания «Ветта». Вот и еще на два уголовных дела у нашей полиции стало больше. А ведь и так было немало. Но только вспомните, сколько громких дел было за последнее время. И это не считая мелочей. Украли велосипед, колесо сняли, соседи повздорили. Неправильная парковка – просто цветочки на фоне этих ягодок. В Пермском крае уровень преступности действительно понижается. Хотя, может быть, не теми темпами, которые есть. Но я удовлетворен тем, что те цифры, которыми мы апеллируем, они соответствуют действительности. Если у нас уровень преступности в 2006 году, в 2005 году был самый высокий по России, сегодня мы уже выходим из десятки худших регионов в этом плане. Сегодня основной акцент делается на раскрытии особо тяжких преступлений. По особо тяжким преступлениям у нас раскрываемость лучше среднероссийских показателей. И по убийствам, и по тяжкому вреду здоровью, и изнасилования, разбойные нападения, грабежи даже, которые не входят в категорию особо тяжких преступлений. Но вместе с тем я постоянно обращаю внимание на этот вид преступлений. Тоже лучше российского показателя. Уровень преступности, к сожалению, от усилий полиции в малой степени зависит. Он зависит больше от социально-экономических факторов. Есть масса примеров, когда общественность помогла раскрыть преступления, в том числе серьезные. Я отношусь к этому настолько положительно, что здесь же могу выразить свое неудовлетворение тем, что мало, мало еще общественности и мало дружинников на улицах города. Наверное, обыватель скажет, что если скажет, что мы их вообще не видим, то где-то это соответствует действительности. Очень мало. Ну вот скажите, как часто у вас одолевает сейминутное желание поделиться чем-нибудь с друзьями? Позвонить им и обсудить то, что вас волнует? Или то, что только что произошло в городе, в стране, под окнами вашей квартиры? Ну, да, в общем-то, чего спрашивать? Давайте послушаем. Рубрику «Люди говорят» представляет Казанская меховая выставка «Артика» в ДК Гагарина. Часто. Ну, в связи с ситуациями, в частности, по Олимпиаде, по рабочей ситуации, по бытовой ситуации, они близки мне по духу. Проблема с учебой, например, куда поступать, все эти переживания. В общем, все равно одному сложно и с кем-то делюсь. Потому что требуются советы со стороны. Я вообще человек, который любит общение, поэтому, и открыто для общения, поэтому общаюсь с своими друзьями по поводу своих проблем. Это же друзья, это же это, кто еще, с кем еще больше обсуждать? Или можно еще с родными? Насущные проблемы, они всегда существуют, они всегда есть, и хочется с кем-то просто поделиться, от кого-то совет услышать. У наших специалистов можно многому поучиться. Ну, не зря же в Перми постоянно организовывают какие-то конференции, конгрессы, концессии. Так что, кто бы говорил про утечку мозгов? Напротив, все эти мозги, даже московские, к нам стекаются. За опытом. Николай Николюк уже несколько лет занимается вопросами инвестиций в региональные инфраструктурные проекты. Узнав о развитии концессии в сфере ЖКХ, специально приехал в Пермь на конференцию. Кстати, наш город в качестве места ее проведения был выбран после того, как в сентябре на слушании в Госдуме глава администрации Анатолий Маховиков поделился опытом муниципально-частного партнерства. Очень важное и полезное мероприятие, которое, наверное, неплохо было бы тиражировать. То есть проводить уже на более каких-то низких уровнях, чтобы муниципалитеты более мелкие вовлекались в этот процесс. Ну и в целом, я думаю, что как федеральная площадка это тоже достаточно интересно. Открытие межрегиональной конференции, а также во время круглых столов обсуждались вопросы коммунальной и социальной инфраструктуры города. Проблемы концессии и методы их решения. Пермь была выбрана дискуссионной площадкой, как первый город в России, где открылся концессионный детский сад. Когда мы создаем в городе конкурентную среду, то вот эта здоровая конкуренция между муниципальным и частным сектором, внутри муниципального и внутри частного, она как раз нас, не нас, а стимулирует поставщиков увеличивать разнообразие образовательных услуг и увеличивать их качество, улучшать их качество. Фото и видеоотчет показал вложение инвесторов. Были услышаны и сами концессионеры детского сада, а также мнения экспертов. Город Пермь является, наверное, одним из пионеров. Я бы сказал, действительно, наверное, самым первым городом, где концессия детских садов и пионерских лагерей, хотя начинали вы, если я правильно помню, с аренды, реально состоялась и действует. Пермь готова делиться опытом внедрения муниципального частного партнерства. Не только в части дошкольного образования. В этом году был заключен договор концессии с частным оператором водоканала «Новогор» при Каме. Такое соглашение стало одним из первых в России. В нем четко прописаны сроки и объемы не только долгосрочных инвестиционных вложений, но и средств, которые будут направлены на капитальный ремонт городских сетей. Полина Рифа, Дмитрий Кутявин, Олеся Галибус, Антон Кошелев, телекомпания «Ветта». Чего только не придумывают для нас с вами, чтобы нам было хорошо. И я не вижу ничего плохого в том, что за удовольствие надо платить. Мы помогаем бизнесу, он помогает нам. По-моему, полная гармония. Наши герои – люди особого склада. Они строители в душе. Есть у них желание оставить след после себя. Вот и возводят на века дома, магазины, кафе, гостиницы и храмы. Посмотришь на них – ну какие же они предприниматели. Целая строительная артель в Пермском крае. У Владимира Кудымова свой дом. И даже почтовый ящик стоит, как отдельная избушка. А теперь он строит усадьбу Кудымовых. Думаете, для себя? Нет, для людей, чтобы чаще гости приезжали в Карагай. Ведь здесь есть все для отдыха. Гостевые домики, обеденные залы, бильярд, место для рыбалки и даже свои легенды. О русалках, чудо-карпе и о том, что пруду без малого сто лет. И все это Владимир сделал сам. Левая руля, правая руля. Каждый сам руля своего счастья. У нас у предпринимателей есть девиз «Нету края лучше Карагая». Нравится здесь, чтобы не было обидно забыть цельные прожитые годы. Хочется оставить какой-то средь, чтобы что-то осталось, чтобы люди могли пользоваться. Ну и, наверное, когда-то кто-то из них скажет спасибо. Начинать было непросто. Тогда, в 90-е, еще никто не слышал о супермаркетах. Вокруг только гастрономы, да агроснабы. Идея открыть свой торговый дом казалась дерзкой и даже несбыточной. Владимир в Карагае стал первым таким предпринимателем. Казалось бы, ну а чего-то как бы было такого страшного. А в то время вот было на самом деле страшно. Во-первых, с чего начать, не с чего начинать. Надо на что-то было магазин открыть, на что-то товар купить. Не просто товар купить, его надо было самое главное найти. Сейчас у нашего героя 8 магазинов. Под его руководством работает 160 человек. И он не скрывает, строго спрашивает с подчиненных, и если взялся за дело, должен выполнить. У Кудымовых это закон. Строгий ли руководитель? Ну, подчиненные говорят строгий. Но я строгий очень себе. Очень сильный человек. Надежный. Если пообещал, то значит надо обязательно это сделать. Может быть это будет в ущерб даже себе, но если сказал, что это он сделает, или пообещал кому-то что-то, то значит обязательно это сделает. Есть у Владимира дело, которое он уже не может оставить. Храм в Обвинске. Говорят, проще, дешевле было построить новый, чем восстанавливать из руин то, что осталось. Но характер у нашего героя не такой. Год за годом, 8 лет подряд, он трудился, чтобы вернуть зданию прежний облик. Окна, двери тоже все повыломано было. Алтаря тоже не было в той части. То есть все там, улица была. От начала трещины до верха где-то метра полтора не доходило. То есть вот такое чувство еще немного было сложилось напополам. Место святое. О нем в народе ходит предание. Больше 300 лет назад здесь, в Обвинске, крестьянину Родиону Новикова явилась Пресвятая Дева и повелела построить храм. Теперь сюда приезжают паломники со всего Пермского края. И если видят Владимира, говорят спасибо. Наши герои рассказывают, не любят слово коммерсант. Другое дело предприниматель. То есть тот человек, который что-то предпринимает. А значит, просто не может оставаться без дела и быть равнодушным. Это, наверное, просто заложено в крови русских людей. Кому-то что-то помочь. Я не знаю, если можешь. Почему нет? Но если ты помогаешь, если нужно будет тебе кто-то когда-то поможет. Это же бумеранг. Это жизнь. Программа создана при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Помните слова доктора Преображенского? Боже, вас сохрани! Не читайте советских газет до обеда. Так это когда было? Сейчас и время другое, и газеты. Так что читайте больше. А мы подскажем, что и где найти. Средняя зарплата россиян составит 120 тысяч рублей. Такие данные публикует российская газета. По прогнозу Минэкономразвития к 2025 году рост номинальных зарплат населения страны составит 147%, с нынешних 30 тысяч рублей в месяц до 74. При этом рост инфляции будет примерно вдвое ниже. Причем это касается взятого за основу консервативного варианта развития событий. В двух других сценариях, инновационном и форсированном, предполагается, что средняя зарплата в России к 2025 году может достигнуть 84 тысячи 120 тысяч рублей соответственно. Правда, и инфляция тогда будет несколько выше, пишет автор статьи Василий Миронов. Западные турфирмы научились зарабатывать на войне. На туристическом рынке появилась и бурно развивается новая ниша, когда небольшие турфирмы отправляют туристов в зоны военных конфликтов. Читаем в газете «Ведомости». Среди туристов встречаются люди, желающие увидеть места прошлых и нынешних военных конфликтов. Это дорогой и опасный вид туризма. Иные даже скажут, что это увлечение для слишком рисковых и не очень психически здоровых людей. Типичный клиент – это человек, который никогда не служил в армии и не работал в структурах обеспечения безопасности, но заработал денег и теперь хочет острых ощущений, которых он прежде в своей жизни не испытывал. Что дороже, яйцо или курица? Стремительное подорожание ряда продуктов уже заметили Росстат и антимонопольная служба. Материал в газете «Комсомольская правда». Согласно официальной статистике, за октябрь куриные яйца подорожают в среднем в стране на 18%, а за последние три месяца на 35%. Подорожание картошки еще можно списать на погодные сложности, но с яйцами-то что? задается вопросом автор статьи Елена Аракелян. Специалисты приводят массу, причины за которых птицефабрикам жить стало тяжелее. Подорожали комбикормы, электроэнергия. Но вот что интересно, курятина при тех же условиях не дорожает. Даже на 7% с начала года подешевела. Кто не хочет быстрых и легких денег? На эту удочку очень легко попасть. Достаточно посмотреть, сколько в городе сомнительных финансовых организаций, которые эту удочку нам с вами закидывают в виде всяких микрозаймов. Но стоит ли приманка большого клева? Расскажут правила денег. Партнер рубрики «Компания Аллея». Альтернативные источники энергии. Аллея. Обустрой свой дом правильно. Доброе утро. Банк России сможет ограничивать ставки не только по всем розничным банковским кредитам, но и по займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями. Поправка будет внесена в законопроект о потребительском кредитовании, который вскоре будет рассмотрен Госдумой во втором чтении. Регулятор будет рассчитывать средние ставки по разным типам кредитов и получит право устанавливать предельно возможные отклонения от них. Менять решение он сможет каждые три месяца. Это будет касаться не только банков, а всех, кто выдает деньги под проценты населения. То есть под ограничение ставок попадают и микрофинансовые организации. Сейчас микрофинансовые организации выдают займы физическим лицам в Пермском крае под 2 и даже 3 процента в день. Количество таких организаций увеличивается какими-то нереальными темпами. Обратите внимание на улицы нашего города. При этом они не только выдают займы, но и размещают вклады. В среднем под 20 процентов годовых. Стоит помнить, что такие организации могут быть участниками системы страхования вкладов, но не обязаны это делать. А значит, размещая там деньги, вы должны обращать на это внимание. Иначе рискуете больше, чем в банке. Это были правила денег. Что вы скажете об удовольствии от покупки, которую нельзя потрогать руками или попробовать на вкус? По-моему, деньги на ветер. В прямом смысле этого слова. Взорвал фейерверк и развеялись твои денежки вместе с порохом в ночном небе. А многим нравится. Покупают пермики-петарды по любому счастливому поводу. Будь то свадьба или развод. Что поделать? Любят у нас в России погулять на широкую ногу? Нет хлеба? Подавай зрелищ. Римские свечи. У них по 6, по 8, по 10 залпов. Они уже выстреливают в воздухе и разрываются шарами. Пермики готовы платить за иллюзию радости. Денег на фейерверки не жалеют. Новый магазин открывается чуть ли не каждый день. Средний чек 3-4 тысячи. И каждый день в городе и по поводу и без слышны залпы. Когда их запускают где-то в соседнем районе, можно порадоваться за людей. Но когда это происходит под твоими окнами, то разделить праздничное настроение, согласитесь, намного сложнее. В поисках ответа на вопрос, в чем люди находят удовольствие, мы опросили пермяков на улице города. Просто зрелище красивое. Например, от салютов или от фейерверков. Я думаю, что только из-за красоты покупают. Заставляет радость, удовольствие. Злых духов отгоняют. Поясница, я думаю, как-то освобожает внутреннюю энергию. Мне кажется. Чтобы устроить себе какой-то праздник. Чтобы создать атмосферу Нового года. Для того, чтобы создать новогоднее настроение ребенку прежде всего. Новый год действительно. Теперь мы можем позволить себе устраивать хоть каждый день. Как говорится, любой каприз. Сейчас нет дефицита с товарами, зато дефицит эмоциональный. Отсюда и столько магазинов, говорит пиротехник Василий Овчинников. Пиротехника сама по себе красивая ведь. И это вот в небе можно посмотреть. Это праздник сам по себе. Ну, как вот праздник без фейерверка, сами посудите. Запуск фейерверков сродни удовольствию созерцания текущей падающей воды. Рыб в аквариумах, звезд на небе. Все это, конечно, завораживает. Главное, если вдруг вам жизненно необходимо будет запустить фейерверк после 11 вечера, хотя бы просто предупредите об этом соседей. Дмитрий Кутевин, Руслан Пепеляев, Дмитрий Мелкомуков, телекомпания «Ветта». Вообще, я заметила, что люди привыкли бросать на ветер две вещи. Слова и деньги. Ну, скорее всего, это пробел в воспитании. Итак, что касается детей. Исполнение обещаний перекладываем на плечи родителей, а финансовую сторону вопроса берем на себя. Привет всем! Привет-привет! Вы вчера сказали, что мне что-то еще нужно узнать про акции. Я и так вчера узнал много, что акциями торгуют на бирже. Раньше акции были на бумажках. Они назывались документарные, а сейчас они в компьютере. И как называются? Бездокументарные. А что в акциях самое главное? Да они же вырасти могут! Еще совсем недавно одна акция стоила 10 желудок. А вчера одну уже за 15 продали. И звери все равно хотят купить. А у тебя как случилось? А я купил ее за 1000 рублей. А теперь она стоит 1500 рублей. Вот это да! Илья, у нас прямое включение с лесной биржи. Откуда? Илья, нам бобер сказал, что у тебя тоже есть акация боберой компании. Продай ее мне! Ведь ты же все равно в нашем лесу не живешь. Я предлагаю тебе 15 желудей. Это последняя цена, по которой акацию боберы компании покупали. Продашь? Хорошо, я тебе продам ее. За 17. Ммм, давай за 16. Хорошо. И я теперь акционер боберой компании! Илья, вот сейчас тебе Белка предложила продать твою акацию. И ты ее продал за 16 желудей. А вот скажи, почему ты продал? Ну, Белка, она живет в лесу. Она ей ближе. А мне в этот лес, к сожалению, не попасть. Ну, смотри, ты ее продал, ты на этом заработал деньги, правильно? Ну, да. Ты ее покупал за 10 желудей, а продал за 16, правильно? То есть ты заработал 6 желудей. Что ты будешь с этими желудями делать? Поменяешь на рубли обратно? Скорее всего. На рубли. А как ты считаешь, а могла эта акция дороже стоить? Я думаю, она специально предложила поменьше, чтобы много денег не потратить. А ты лопухнулся и согласился? Нет. Чего нет? Не лопухнулся? Я зато деньги положил. А так бы ты мог дождаться, пока выдали бы дели деньги, получил бы 2 желудя дивидендов, а может быть и больше. И акацию бы продал за 16. У тебя бы было уже заработанных не 6, а 8. Ты знаешь, Илья, вот это еще очень важный секрет денег, который и тебе, и всем ребятам предстоит узнать. А секрет такой, нужно уметь понять, дорого стоит акция или дешево. Выгодно ее купить за 15 или 16 желудей или нет. А как это узнать? Ты знаешь, Илья, к сожалению, точно сказать, сколько стоит одна акция, не сможет никто. И что же делать? Не останавливаться на достигнутом. Постоянно пробовать, искать. Вот, например, звери на листой бирже пытаются найти эту самую справедливую цену одной акации. И вот это мы, конечно же, узнаем в следующий раз. Ну, конечно. Рубрика создана при поддержке группы компаний Custom Capital. Любовь зла. И вы готовы к новому чувству. Ни на чем не настаиваю. А пожелать могу. Спросите сегодня друг у друга. У нас все хорошо? И главное, спросите напрямую. И предполагайте вариант ответа. А если есть сомнения, не спрашивайте. До встречи. Сегодня в Перми пасмурно. Возможен дождь. Температура воздуха плюс 5-7 градусов. Атмосферное давление в норме. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду.